Итак, Бокертов, мы с вами продолжаем копаться в самом главном, что есть, в цене за жизнь. Что есть жизнь? И начнем мы на самом деле с истории, которая произошла во время Второй мировой войны. Это нашумевшая история, которая имела место быть с одним из венгерских раввинов. Раби Цвигирш Майзель, которому пришел отец и сказал такую вещь, что нацисты схватили 1400 еврейских мальчиков и закрыли их в помещении, готовых к тому, чтобы отвезти их всех в Освенцим в газовые камеры. И отец говорит, что, Раби, у меня есть деньги выкупить своего сына. Я своего сына, говорит, могу выкупить, но если я его выкуплю, очевидно, что они схватят какого-то другого мальчика и убьют какого-то другого мальчика. Можно ли мне так сделать или нельзя? Смотря на то, что Раб Цвигирш Майзель был большой-большой знаток Тора, он сказал, что у меня нет книг, я не могу, я не могу найти этому разрешение. И он уходил от ответа, уходил от ответа и понял отец, отец понял, что это нельзя сделать. И он говорит, если великий равв мне не дает разрешения, значит, я этого делать не буду. То есть, видите, получается, спасение жизни ценой, как бы тут, да, ценой другой жизни. Это то, в чем мы с вами копаемся. То есть спасти одного, но это понятно, что это заберет жизнь другого. Майзель так и не дал ему утвердительного ответа. Ну, давайте посмотрим. Тора вообще-то, Тора заповедует нам любить ближнего своего, как самого себя. Что понимается мудрецами Талмуда, как повеление не делать другому того, что не желаешь делать себе? Принцип этот закона гласит, что нельзя делать другому того, чего не желаешь себе. Как еврейский закон требует от нас. Также активно помогать друг другу деньгами, правильным советом, добрыми делами. Все это поддерживает взаимную любовь и гармонию в евреевском обществе. Для совместного служения Ашему. Так вот, вышеназванные законы работают при нормальном мирном течении жизни. В привычной, спокойной обстановке. Но вот как Тора регулирует взаимоотношения между людьми в экстремальных ситуациях выбора между жизнью и смертью? Когда жизненные интересы человека вступают в вынужденный конфликт со стремлениями его ближнего. Дозволено ли еврею спасать себя от смертельной опасности, если в результате этого погибнет ближний? Что правильно с точки зрения Торы? Дать выжить ближнему за счет собственной жизни или выжить самому, став тем самым причиной гибели ближнего? Или, может быть, лучше погибнуть обоим? Так вот, освещение этих тем, как бы, да, сегодня, как бы, да, об этом будем вести речь. Начнем с того, что Тора превыше всего ценит жизнь человека и отменяет свои все запреты, если их соблюдение угрожает, да, ей. Откуда мы это учим? В Талмуде Юма написано на 85-м листе. Есть дискуссия мудрецов по поводу того определения, вот, как раз, источника этого закона, что называется пикуахнефеш, что пикуахнефеш отменяет запреты субботы. И там говорят мудрецы, что это разрешение следует из того, что сказано в книге Ваикра. Соблюдайте повеления мои, законы мои, которые обязаны исполнять человек, вэхайбаэм, и жить в них, я бог, а не ашем, да, так написано. По мнению ученых Торы, то есть, да, мудрецов Хохамим, из этого текста следует, что еврей должен жить в них, в законах, а не умирать из-за них. Значит, не только субботние законы, но и все другие законы Торы не должны соблюдаться, если это приведет к тому, что человек умрет. И об этом пишет Рамбам в своей книге «Дамничная Тора». Мы учим отсюда, что законы Торы не месть, а привнесение сострадания, милосердия и мира. Однако не все запреты Торы отменяются, да, в этом случае. Есть три исключения. Яарег, Велояавор. Как говорит Раби Йохан, Омар Раби Йохан, что пришли мудрецы к мнению единому, что все запреты Торы, если говорят еврею «нарушь их или умрешь», пусть нарушит их и умрет. А исключения – это идлопоклонство, гилуа райот, запретные связи, половые, да, и запрет проливания крови, швихудамин. Так, сразу оговоримся, что по закону, который следует из Талмуда, и к остальным запретам Торы, может относиться правило «умри, но не приступи». Что это такое? Например, даже все остальные, не только эти три, если еврея принуждают нарушить запрет Торы не для личной пользы насильника, например, он говорит «свари мне еду в шабат, иначе я тебя убью». Тут нужно сварить, а специально ради отрыва еврея от традиции, путем демонстрации того, что не Всевышний властвует в мире, просто мне не нужно никакой еды, иди нарушить шабат, иди покажи, что вот это вот сделай, так-то и так-то. Тогда Талмуд приводит пример, приказ скосить траву в шабат, чтобы бросить ее потом в реку. То есть никому пользы от этого нету. Это специально, чтобы показать, что, слушай, я управляю миром, там этот рецидивист говорит. В таких случаях закон таков, если при этом присутствуют не менее 10 евреев, то принуждаемый обязан освятить имя Ашема, сделать кидуш Ашем, и пойти на смерть, но не приступить к запрету. И кроме того, в час, когда власти запрещают всем евреям соблюдать заповеди Торы, тогда умереть, это называется шаат Ашад, за соблюдение Торы – это митцва. Каждый еврей обязан погибнуть, но не нарушить запреты Торы, даже если при этом не присутствуют другие евреи. Это знаменитые истории, сколько мы слышали, когда евреев заставляли есть свинину. А они умирали за это? И непонятно, зачем они умирали? Почему они не нарушили? Ведь надо спасать жизнь. И действительно, это так, только если это не делается, как провозглашение чего-то, как Хилу Решем, посмотрите, как ваш раввин ест свинину, чтобы сломать веру евреев. Тогда любой закон возводится в рамки «Ярегвело явор». «Умри, но не сделай». И откуда мы знаем, что нельзя спасать свою жизнь за счет другой жизни? Мы знаем это из примера, который произошел с Равой. Мы говорили об этом, пришел к нему человек и сказал, что мне угрожают смертью, если я кого-то не убью. И Рав ему говорит знаменитые слова «А с чего ты взял, что твоя кровь, она краснее, чем его кровь». То есть, если жизнь важнее, чем другие заповеди, тогда он сказал, что это твоя жизнь. Может быть, это его жизнь. Поэтому тут ты ничего не можешь сделать. Но сегодня покопаемся в другом Талмуде. В Талмуде Бава Митсия на 62-м дапе. Приводится история, что двое бредут по пустыне. Знаменитая история. У одного из них фляга с водой. Если всю воду выпьет только один, то он дойдет до поселения и выживет. Если поделится со спутником, оба погибнут. Так вот, Бен Птора говорит, пусть выпьют оба и умрут, чтобы не видел один смерти другого. А Раби Акива сказал, нет, написано в Торе, и пусть живет брат твой с тобой, написано в Торе. Это означает, что с тобой пусть он живет. Что твоя жизнь, она предпочтительная. Знаменитое правило Раби Акивы, которое сговорит хаеха кудмин. Что если уж так получилось, что спасая, то есть если ты отдашь ему воду, ты сам умрешь, чтобы он выжил, ты не обязан этого делать. Потому что хаеха кудмин. Твоя жизнь, твоя жизнь, она в приоритете. Если вода у тебя, ты не обязан ее отдавать. На самом деле этот стих, если его полностью взять, там вообще речь идет, там да, и пусть будет жить твой брат с тобой. Там речь вообще идет про закон Риббит, про проценты. Не бери у него у твоего ближнего проценты на суду денежную, имущественную. Да, виарета, это лукека, и бойся бога твоего, и пусть живет брат твой с тобой. Тема стиха – запрет брать проценты. И суду, несмотря на это, так как слова «и пусть живет брат твой с тобой» выглядят совершенно лишними в этом стихе, они берутся как источник другого, более общего закона в сфере взаимоотношений между людьми. И также выходит, что по мнению Риббия Акива, слова «с тобой» и «мха» на языке торы понимаются как прежде всего ты, а уже потом твой ближний. То есть твоя жизнь первостепенна. Жизнь с ближним, она все-таки второстепенна относительно тебя. И в Талмуде фигурирует правило. В споре Риббия Акива с одним оппонентом закон устанавливается по мнению Риббия Акива. То есть всегда закон идет по Риббии Акиве. Акива махаверим, Аллаха кир Риббия Акива. Акива махаверо. А вот по поводу хаверим, если один Риббия Акива против нескольких, это спор. Будет ли Аллаха всегда по Риббии Акива, если он спорит против нескольких. Но если он спорит с одним, Аллаха всегда по Риббии Акива. В соответствии с этим правилом получается, что в трагической ситуации выбора между собственной жизнью и жизнью ближнего еврей имеет полное право предпочтеть собственную жизнь. Имеет право, обратите внимание, значит, что он должен, да? Геройство – это отдельная история. Человек-герой, который герой – это как бы отдельная история. В чем разница между ситуацией, когда одного еврея под угрозой смерти принуждают убить другого, и случаем с флягой воды? А ну-ка, в чем разница? Мы только что сказали, что нельзя спасти себя ценой жизни твоего товарища. Тебе говорят, мы тебя убьем, если ты не убьешь его. Ты не имеешь права его убить, ты должен сам умереть. Но с другой стороны, с флягой мы говорим, да, нет, пусть он умрет, ты должен жить. А как же так? Получается, я спасаю себя за счет его жизни. Понятно, что разница, она, на самом деле, очевидна. В первой ситуации еврей должен активно убить своего другого человека. А в ситуации с водой это происходит пассивно. Он его не убивает активно, он просто его не спасает. Он ему говорит, слушай, я не могу тебя спасти, да, ты тонешь, а я не умею плавать. Я могу прыгнуть в воду и утонуть вместе с тобой, но толку в этом никакого нету. Поэтому тут он просто не дает ему воды. Поэтому здесь другое. Здесь дозволяется поступить так. В третьих ситуациях позволяют сделать вывод, что для спасения собственной жизни еврею запрещено унижать жизни ближнего активным действием. Но ему дозволено ради выживания быть причиной смерти своего ближнего пассивным образом. То есть, да, он умер. Можно сказать, что из-за меня я не дал ему воды. Да, но как бы вода была у меня. Если бы я ее отдал, я бы тоже умер. Поэтому я его не убил. Я его не спас. Это большая разница, да. Не спасти и убить прямым, да, убить напрямую нельзя. Но не спасти, если на кону твоя собственная жизнь. Это то, что Аллаха Параби Акиви, твоя жизнь кодмин. Твоя жизнь первостепенна. Таково мнение Тософот, да, изложенное в Тракаде Сангедрин. Что если еврею говорят, дай бросить тебя на младенца, чтобы он погиб. Иначе мы убьем тебя. Обратите внимание. Человека связали и хотят бросить его со второго этажа на младенца. Он своим телом убьет, да. То тогда человек не обязан идти на смерть. Во имя, да, убийства. Почему? Потому что в данном случае он играет пассивную роль. То есть, да, он ничего не делает. Его связали и все делает притяжение. Он падает и со собой убивает. Но он пассивен в данном случае. И правило Ровы в данной ситуации работает в его пользу. То есть, у него есть право сказать, а с чего вы взяли, что его кровь краснее моей. Это не то, что я взял пистолет, пошел его убил, чтобы спасти мою жизнь. Я просто не убил себя. Да, я как бы меня взяли, меня скинули. Да, я упал, да, кто-то погиб. Но я в данном случае являюсь просто как бы как грузом. Да, я пассивен. По поводу этого мнения Тософот, автор книги Минхат Хинух, задает вопрос. Если в отношении пассивного убийцы по неволе действуют правила Равы, то почему, по мнению Бен Пторы, оно не действует в отношении обладателя фляги? А еще есть какой-нибудь другой пример? Что-то этим одним примером мне тяжело понять. Смотри, сейчас мы будем говорить про другой пример. То есть, если ты играешь пассивную роль, пассивную, да, то есть, ты убиваешь человека не сам, а тебя на него бросают. Ты убиваешь его не сам, а ты не даешь ему воды. Я его не убивал, я просто не дал ему воды. Если бы я, например, залил его кислотой или скинул бы его воды, это называется убить. А тут, получается, я его не спас. Вот в этой ситуации можно предпочесть свою жизнь. Но непонятно, почему Бен Птора, Бен Птора, он что говорит? Ты должен поделиться со своим товарищем в пустыне, и пусть оба умрут. Но не смотри на смерть своего товарища. То есть, продли жизнь себе ему на три часа, а потом оба умрете, но не будь свидетелем смерти своего друга. Непонятно, а почему Бен Птора так говорит? Ведь здесь ты его не убиваешь, ты просто как бы его не спасаешь. Да? Казалось бы, он тоже имеет право заявить, владелец фляги, разве его кровь краснее моей, что я должен отдать ему столь жизненно необходимую мне воду? Может быть, моя кровь краснее его? То есть, почему Бен Птора говорит, что надо поделиться водой? Непонятно. Бен Птора, ты что, не согласен с тем, что Рова говорит? Тут принцип Ровы работает за обладателя фляги. То есть, у него фляга с водой, и он должен сказать, а почему? Почему я должен убить себя, чтобы он дать ему мою воду? Ведь что, моя кровь краснее его крови? Почему? К этому вопросу мы вернемся позже. А пока приведем еще один источник по нашей теме, и мы его обсуждали с вами. Это знаменитая Тасефта, которая говорит. Так, там приведена следующая ситуация, что группа евреев идет по дороге. Вдруг ее окружает банда неевреев, которые выдвигают такое требование. Выдайте нам одного из вас, и мы его убьем. А если вы откажетесь, мы убьем всех. Как нам расценить подобную ситуацию? С одной стороны, отдавая еврея на расправу, мы не совершаем непосредственное убийство. С другой, выдача товарища по требованию бандитов – это явно не пассивный отказ от помощи. Это активное действие по отношению к жертве, конечным результатом которого будет смерть этой жертвы. Так, мнение Тасефты таково, оно однозначно. Пусть погибнут все, но не выдадут еврея на смерть. Слышите? В этой ситуации мы это учили. Если не говорят, кого имена, должны умереть все. И Шульхан Арух объясняет, что в данной ситуации действуют правила Равы. Так как любой из этих друзей может сказать, подожди секундочку, а почему вы хотите меня выдать? Что, моя кровь краснее твоей? Переходишь к другому, он тоже говорит, а почему меня? Что, моя кровь краснее твоей? И так они никогда невозможно выбрать кого-то одного. Поэтому в этой ситуации единственное решение – умереть всем. В принципе, конечно, каждый имеет право пожертвовать собой ради спасения других. Но здесь мы будем говорить про букву закона. То есть быть героем – это отдельная история. Тут разрешено быть героем, я возьму, умру, спасу друзей. Это геройская история, можно так делать. Но мы сейчас не можем этого по букве закона. Человек может сказать, я боюсь, я не могу, у меня инстинкт самосохранения, я не хочу умирать. И нельзя ему сказать, мне по закону ты должен. Получается, в этой ситуации, если никто не хочет, все боятся, все должны умереть, нельзя выдать кого-то. Ситуация, а также закон, регулирующий ее, резко меняется, если убийцы называют имя кого-то конкретного. Да, потому что это уже похоже на знаменитую ситуацию про Шева бен Бихри. Мы ее с вами обсуждали. Шева бен Бихри был из колена Бениамина, который спровоцировал колено Израиля на восстание против царя Давида. Да, провозгласил себя царем. И когда военачальник Давида Йоа посадил город, где засел Шева бен Бихри, да, то он потребовал выдачи бунтаря, иначе, говорит, я уничтожу всех, вообще весь город всех убью. И тогда одна мудрая женщина убедила всех выдать Шеву бен Бихри. И так они и сделали. Получается, что Тасефта позволяет выдавать Гоям еврея ради спасения остальных, только если этот человек виновен в отношении общины Израиля, как был виновен Шева бен Бихри перед Давидом, то есть подлежал смерти, нельзя, это называется Морет Бамалхуд. Следовательно, если еврей, выдача которого требуют неевреи, ни в чем не виновен, то выдавать его запрещено. Мы говорили, там мнение Рашлакиша, и по нему идет Аллаха. В таком случае снова вступает в силу закон «умри, но не убей», по которому все обязаны погибнуть. То есть если бы этот человек не подлежит смерти, то должны все умереть, выдавать его нельзя. Но если назвали его имя, и он действительно поторе подлежит смерти, то разрешается выдать его для спасения остальных. Но все не так просто. Тасефта приводит мнение раби Иуды, который считает, что запрет выдавать невинного еврея действует, только если этот еврей в данный момент вне опасности. Вы слышите? Что запрет выдавать невинного еврея действует, если этот еврей в данный момент вне опасности. Например, если он находится вне досягаемости убийц, и они требуют от евреев найти его и привести на расправу. В такой ситуации евреям следует погибнуть, но не выдавать своего ближнего насмерть. Но если смертельная опасность нависла над всеми, он один из них закрыт в этой синагоге, которую облили керосином, и говорят, дайте нам его, иначе всех убьем, и он тоже там сидит, то, по мнению раби Иуды, разрешено выдать даже невинного еврея, чтобы сохранить жизнь остальных. Ведь этот еврей погибнет в любом случае, будет он выдан или нет. А потому справедливость требует, чтобы погиб он один, а не все. И таково мнение раби Иуды. То есть раби Иуда вводит еще один параметр. Он говорит, смотри, подумайте логически. Если этот человек, которого они хотят убить, также находится в этой синагоге, которую облили керосином, и сейчас подожгут, и он тоже там, он тоже сгорит, тогда справедливость, говорит, смысл. То есть он все равно сгорит. Если, например, они окружили этих евреев, и говорят так, если вы не скажете, где находится, если не скажете, где находится там Мойша, такой-то, а они знают, где он находится, но он, Мойша, не в синагоге. Он сидит там в сараях, прячется. И он в безопасности. Нельзя его выдать, если он не виновен. В всей синагоге придется сгореть. Но если Мойша вместе с ними в синагоге, и они говорят, сейчас всех сожжем, выдайте нам Мойшу, и Мойша с ними, он тоже, он в любом случае сгорит. Тогда, по мнению раби Иуды, можно выдать его для спасения остальных. И доказательства своему мнению раби Иуда приводит из книги Шмойля. Там говорится как раз-таки про эту самую ситуацию, что пришла женщина в мудрости своей. Это была Серах Бат Ашер, которая выдала Шева бен Бихри. Там говорится, и пришла женщина в мудрости своей к согражданам. Что значит такая мудрость у нее? По мнению раби Иуды, мы обязаны понять отсюда, что старцы города не хотели выдавать Шеву бен Бихри, потому что закон на его стороне. Они говорили, стоп, подождите, все, походу мы все попали. Поздравляю, мы все должны умереть. Ничего сделать нельзя. Как мы его выдадим? Ему не полагалась смерть по закону Торы. Он лишь, выражаясь современно, был политическим оппонентом, оппозиционером царя Давида. Но на это мудрая женщина возрастила. Шева бен Бихри, поймите, погибнет в любом случае, в одиночку или вместе с городом. А мы не обязаны погибать из-за него, даже если он невиновен. То есть теперь, говорит она, смотрите, мы все умрем. Это Шева бен Бихри в любом случае умрет. То есть либо нас уже армия царя Давида, Юа в армии окружил этот город. Он его, конечно, захватил. Он всех убьет. Да, поэтому этот человек погибнет в любом случае. Вопрос, выживут ли все остальные, только это под вопросом. А мы, говорит она, не обязаны погибать из-за него, даже если он невиновен. Пусть лучше погибнет он, чем погибнут все остальные. И это то, что она сказала в мудрости своей. То есть она по закону Торы как бы их переспорила. Она вот это им дала понять. И раб Юда говорит, это, говорит, книга Шмуэль. То есть это мое доказательство, что если человек, которого требуют выдать, сам находится в опасности, что его можно выдать. Таково мнение раби Юды. Однако с ним спорит в Тосефте раби Шимон. Раби Шимон, который считает, что только если еврей совершил нечто караемое смертью, у остальных евреев есть право выдать его. Он так определяет статус Шевабен Бихли. Что Шевабен Бихли достоин смерти Паторе, как Моретбе Малхуд, который восстал против царя. Именно это и объяснила мудрая женщина старцем города. Поэтому выдали Шевабен Бихли. Понимаете, в чем загадка? Что Тосефте говорит, а если назвали имя человека, то можно выдать его, чтобы спасти остальных. Почему? Потому что так было в истории Шевабен Бихли. И тут все ломают голову. А что было в этой истории Шевабен Бихли? Раби Иуда говорит, что ключом к пониманию, как же они выдали Шевабен Бихли? Как они выдали, что его можно убить, и мудрая женщина. Что она такое сказала? Это сэрах. Раби Иуда считает, что она сказала, что смотрите, так как он и так, и так находится в городе, он в опасности, он с нами в городе, смысл его спасать? Он все равно умрет. Давайте мы спасемся. Того требует справедливость. Раби Шимон Баруха сказал, нет, причина, потому что они его там выдали, потому что он и так, и так подлежит смерти. И так, и так подлежит смерти. По закону Торы, он мурет бе Малхут, любой человек, который восстал против царя Давида, подлежит смерти. Знаменитый Ури, жену которого Батшеву, Давид взял себе, он отправил его на смерть. Почему по закону такое можно было сделать? Да потому что Ури ослушался приказа царя. Любой, кто ослушивается приказа царя, тем более, кто при живом царе восстает и говорит, я царь, это называется морет бе Малхут. Это получается, человек подлежит смерти. А вот, говорит Раби Шимон Барюхай, если человек, если окружились синагогу и говорят, выдайте нам Мойша, а Мойша действительно насильник, убийца, подлежит по Торе смерти, тогда не надо его укрывать, надо его выдать. И только в этом случае, а вот если бедный Мойша случайно украл буханку хлеба, по Торе за такое смерти человек не подлежит. Может быть, он вор, он был голодный, как угодно, но не смерти, и тогда хоть сколько человек нельзя выдавать Мойшу. Так понимал Раби Шимон Барюхай. Получается, что право на выдачу невинного еврея на расправу во имя спасения других евреев это махлокет, мишны и Талмуда. Между мудрецами мишны, мудрецами Талмуда. Мишны мы сказали Раби Шимон Барюхай, Раби Иуда. Талмуда мы сказали Раби Йохан, Реш, Лакиш. Как согласуются эти мнения с основным принципом недопущения убийства ближнего ради спасения жизни, сформулированные Равой? Давайте возьмем все это и приплюсуем к этому закон Равы. То есть, почему ты, желающий убить, решил, что твоя кровь краснее, чем его? Может быть, его кровь краснее, чем твоя? Давайте соединим это вместе. Итак, мнение Раби Иуда и Раби Йоханана объясняется комментаторами так. Смысл принципа Равы в том, что Всевышнему дорога жизнь каждого еврея. Итак, вы слышите? То есть, Раби Иуда и Раби Йохананан читали, что если человек, которого просят выдать, сам находится в опасности, он сам один из этих облитых керосином сидит внутри, то его можно выдать. Почему? Потому что они понимали, что означает, что Роба говорит, что твоя кровь краснее, чем другая кровь. смысл в том, что Всевышнему дорога жизнь каждого еврея, но жизнь убийцы, даже подневольного, достигается ценой страшного преступления, убийства ближнего, в то время, как жизнь жертвы, если она будет убита, не требует нарушения никакого запрета, жизни убийцы, даже подневольного, достигается ценой страшного преступления, убийства ближнего, в то время, как жизнь жертвы, если она будет убита, не требует нарушения никакого запрета. Вы понимаете? Еще раз. Что происходит? Получается, да, вот все сидят в этой синагоге, облитая керосином, сидит там Мойша, убийца. Получается, как мы достигаем, как мы спасем Мойшу? Только ценой страшного преступления, убийства ближнего, в то время, как жизнь жертвы если она будет убита, не требует нарушения никакого запрета, если убить Мойшу. Поэтому в глазах Всевышнего предпочтительнее, чтобы продолжалась та жизнь, которая не требует греха для своего продолжения, а не жизнь, для продолжения которой необходимо убийство. вот оно что. То есть, да, приходит человек и говорит, смотрите, меня убьют, если я не убью его. Мы говорим, смотри, если спасение твоей жизни достигается только ценой убийства другого, то Всевышний такую жизнь не желает. То есть, в глазах Всевышнего предпочтительнее, чтобы продолжалась та жизнь, которая не требует греха для своего продолжения. Ты в опасности, тебя хотят убить, умри, тот человек, как бы, да, он живет. А получается, чтобы твоя жизнь продолжилась, тебе нужно взять на душу грех и убить другого. Такая жизнь, ее не надо спасать. Но в нашем случае выбрана неевреями жертва не будет продолжать жить при любом стечении обстоятельств. А потому данный принцип здесь не действует, а вступает в силу закон справедливости. Пусть умрет один приговоренный, нежели погибнут все. Вы слышите? То есть в случае с Равой какая история? Если я не убью его, убьют меня. Рова говорит, умри. Зачем, говорит, спасать жизнь, которая требует самого страшного греха? Убийство другого человека. Но в данном случае когда вы мы говорим, когда вот эта выбранная неевреями жертва не будет продолжать жить при любом стечении обстоятельств. Да, они облили керосином синагогу, и там сидит этот Мойша, которого они хотят убить. И он умрет в любом случае. А если он умрет в любом случае, тогда нельзя сказать, что мы что, хотим выжить за счет того, что убьем Мойшу? Такая жизнь, не надо спасать жизнь, членой убийства Мойши. Нет, Мойша умрет в любом случае. Выдадим мы его или нет? А тогда получается нету принципа кровь краснее другой крови. И тогда получается, что надо выдать Мойшу, тут вступает просто закон справедливости. Пусть лучше умрет один, чем умрут все. Понимаете, как понимает раби Иуда и понимает раби Йохана? Но в свою очередь разрешение по всем мнениям на выдачу еврея виновного в действии, за которое с ним хотят расправиться, имеет следующее объяснение. да, если этот еврей действительно мощь убийца, он подлежит смерти, он негодяй, которого надо казнить, тогда все согласны, что можно его выдать. Почему? Потому что этот еврей сам является причиной своих проблем, совершив нечто грозящее ему суровым наказанием. То есть поэтому другие не должны пострадать из-за него, и его кровь действительно менее красная в глазах Всевышнего, чем кровь других ни в чем не повинных евреев. Если человек сам, не знаю, вырвал чеку и засунул себе гранату, не надо вырывать у него гранату, взрываться, и взрывать еще 10 человек, чтобы спасти его, он сам поставил себя в смертельную ситуацию. И здесь закон по спасению ближнего не идет так, что нужно отдавать свою жизнь ради его спасения. Однако в понимании мнения Раби Шимона и Рейшла Киша возникает большая трудность. Почему действительно должны погибнуть все из-за одного приговоренного? Ведь принцип Равы здесь не действует. То есть, что говорит Рейшла Киш? Мы как хорошо объяснили, что если говорят, выдайте нам Мойшу, а Мойша невиновен. Мойша невиновен. Он никого не убивал. Он смерти не подлежит. Говорит Рейшла Киш и Раби Шимон Барьохай, что нельзя его выдавать. Все должны погибнуть. Да, но ведь Раби Иуда очень классно объяснил. Он говорит, принцип Равы здесь не действует. Принцип Равы это когда цена жизни Мойши приводит к смерти других. Но здесь если Мойша умрет в любом случае, они подожгут всю синагогу. Смысл его спасать? Он все равно умрет. Да, то есть это не то, что мы спасаем свою жизнь за счет жизни Мойши. Мойша умрет в любом случае. Поэтому Раби Иуда правильно говорит, надо его выдать. Надо логически думать, надо спасти сто человек. Почему же Мойши невиновен, выдавать его нельзя, нужно всем погибнуть. Почему? Принцип Равы не действует. Рабь Иосиф Каро, автор книги Шурхана Рух, отвечает так. Очевидно, что Раби Шимон, Барь Йоха и Рэй Шлакиш вообще считают, что принцип Равы, мы неправильно его понимаем, он вовсе не является основным определением сути запрета на убийство ближнего ради то есть суть запрета убийства другого ради спасения своей жизни вы неправильно поняли, это не то, что сказал Рава, существует другое, более общее объяснение этого запрета, полученное от Мошера Бейну. Рава лишь облег его в логическую формулу для ситуаций, в которых принцип действует, но даже и в случаях, когда формула не работает, запрет остается в силе. То есть идея в том, что нельзя спасать жизнь ценой другой жизни, а не то, что кровь краснее, он облег это в логическую формулу, но даже когда эта логика не работает, принцип спасения жизни ценой другой жизни, он работает, он всегда работает, даже в этой ситуации. Великий Бах, автор книги Байт Хадаш, да, в своем комментарии на Арбатуре, в одном из своих респонсов, дает иное объяснение мнению Рейш-Лакиша, вот как он объясняет. Он утверждает, что в основе принципа Равы, по мнению Рейш-Лакиша, лежит не стремление Всевышнего к тому, чтобы жизнь еврея продолжалась, а не желание Ашема, чтобы нарушались его законы. И, соответственно, этот запрет не связан с продолжением жизни жертвы, а формулируется так, с чего ты взял, что твоя жизнь, купленная ценой убийства ближнего, угодно в глазах Всевышнего. Вот что говорит Рава, то есть ты что пришел ко мне, о, меня убьют, если я не убью его, а с чего ты взял, что твоя кровь краснее его крови, имеется в виду, с чего ты взял, что Ашему, что твоя жизнь, купленная ценой жизни твоего собрата, угодно в глазах Всевышнего. Да, Всевышний сказал, жизнь надо спасать, но какую жизнь, купленную ценой жизни твоего брата, про это речи не было. Это тоже сказал Рав Мазел, ты, говорит, своего сына спасешь, но чужого ребенка из бедной семьи убьют, а какому отцу его сын не самое дорогое? Нельзя, нельзя этого сделать. получается, поэтому даже если жертва погибнет в любом случае, запрещено убивать или выдавать ее на смерть, так как Всевышнему неугодна жизнь, спасенная через грех убийства. Вы слышите? неважно, умрет он и так, и так, и так, не умрет он и так, и так, да, жизнь, которую ты оставил себе ценой смерти другого, такая жизнь Всевышнему неугодна. Вот как понимает это раби Шимон Бар-Йохай и Рейш Лакиш. Так понимал это Бах. Но если следовать пониманию Рабейну Йосефа Каро, по которому для Рейш Лакиша и так, для Раби Шимона в Тосефте вообще не существует принципа Равы, то вполне можно допустить, что по истинному смыслу запрета евреям нельзя быть не только активной, но даже пассивной причиной смерти ближнего человека. То есть неважно, активно ты его убиваешь или пассивно. В соответствии с этим предположением становится понятным. Вот теперь возвращаемся к мнению Бен Пторы. Почему Бен Птора говорит, что отдай воду своему товарищу? С какого перепугу? Почему я должен моя кровь, почему моя кровь менее красная, чем его кровь? То есть Бен Птора здесь непонятен? Хорошо, я, конечно, бы спас тебя, ты тонешь, но я не умею плавать, зачем бы, от того, что я утону, от того, что я отдам тебе свою воду и умру, как бы, почему моя кровь меньше красна, чем твоя кровь? Запрещающее, да, потому что Бен Птора считал так. Ты не можешь выжить сам и не дать ему воду, если этим ты становишься даже пассивным виновником смерти ближнего. более того, да, то есть Бен Птора понимал обезрову следующим образом, что май хозит, вот этот вот принцип, чем твоя кровь краснеет другой крови, не то, что он понимал так, жизнь, моя жизнь, полученная мной за счет того, что я отобрал жизнь у ближнего, она того не стоит. Вот эта жизнь она того не стоит. Всевышний эту жизнь, да, с чего ты взял, вот как он понимал, да, принцип Равы. Поэтому Бен Тор говорит то, что он говорит. Более того, нужно заметить, что и рабе Акива, который спорил с Бен Торой, и разрешающий обладателю воды выпить ее самому, обратите внимание, он основывает свое решение не на принципе Равы, он не говорит, «Э, как же так? А, да, но Рава же сказал, там, да, чья кровь краснее, поэтому выпей воду сам». Нет. Рабе Акива приходит доказательство стих и сторы, пасук, «Вехай Ахиха и Мах», и будет жить твой брат с тобой, «Хаеха Кодмин». Почему? Почему он просто не приводит принцип Равы? Потому что это дополнительный довод в основании утверждения, что принцип Равы не более как частная производная от гораздо более широкого принципа, по которому не существует различия между активным и пассивным действием убийства ближнего, а также между тем, выживет ли жертва в результате отказа от убийства или погибнет в любом случае. Вау! Вау! Друзья, это просто зубодробительная история. Надеюсь, вы еще не запутались. Идем дальше. Понимание мнения Рэш Лакиша в этом вопросе очень важно нам для выведения практического закона. Как мы знаем, обычно, когда спорят Раби Йоханан и Рэш Лакиш, Аллаха идет по Раби Йоханан. И так постановило большинство законоучителей, что и Рамо приводит их на Шульхана Рух в части Йородея. Но, несмотря на это, великие Рамбам устанавливают Аллаху по мнению Рэш Лакиша, что Аллаха идет по мнению Рэш Лакиша, что если человек по закону Торы смерти не подлежит, выдавать его нельзя. Если он невиновный. Даже если это грозит гибелью всем. И даже если требует имя конкретного человека. И есть несколько объяснений, почему же Рамбам выбирает мнение Рэш Лакиша. Почему так? Который в данном случае установил закон вопреки правилу Талмуда, что если спорит Раби Йоханан и Рэш Лакиш, при всем уважении к Рэш Лакишу, Аллаха всегда по Раби Йоханану. Почему вдруг Рамбам говорит, что Аллаха про Рэш Лакишу? Одно только объяснение приведем очень красиво. Это автор книги Приходаш. Дело в том, что вслед за Махлокетом между Раби Йоханан и Рэш Лакишем Талмуд Ярушал приводит случай, который произошел с великим мудрецом Торы той эпохи Раби Юшуа бен Лейви. Что была за история? Однажды еврей, приговоренный властями к смерти за некое приглашение, сумел скрыться и бежал в город Луд. К Раби Юшуа бен Лейви, чтобы тот укрыл его и помог чем-нибудь еще. А местонахождение беглеца стало известно властям, и те направили в Луд вооруженный отряд. Солдаты окружили город, выдвинули тематум выдачи еврея или уничтожения города. Ничего не напоминает? Один в один история Шерва бен Бихри. Но в этой безвыходной ситуации Раби Юшуа бен Лейви уговорил беглеца сдаться, чтобы не подвергать весь город опасности. В Талмуде говорится, что после этого случая к Раби Юшуа бен Лейви перестал являться пророк Ильяву. Раби Юшуа бен Лейви был величайший мудрец Талмуда живой вошел в Ганеден и такие истории про него каждый день ему являлся пророк Ильяву. После этой истории Ильяву перестал являться Раби Юшуа бен Лейви. Раби Юшуа бен Лейви постился, усердно молился. Что происходит? Чтобы вновь увидеть пророка Ильяву Ильяву потому что не хочу являться предателем. Вот так он его назвал. Удивленный Раби Юшуа спросил ну разве я поступил не по закону? Очевидно он понимал о чем идет речь он страдал из-за этого да по закону но разве этот закон для хасидим для благочестивых из этого отрывка мы видим что Раби Юшуа бен Лейви поступил по букте закон окей да это закон но из-за необходимости по его статусу принимать решения в соответствии с требованиями особого медат хасидуд он не должен был сам активно способствовать выдаче еврея властям а должен был оставить решение вопроса на волю самих жителей города а он слишком активную позицию занял уговаривал этого человека иди слушай сдайся иначе погибнет город автор приходаж пишет разница между буквой закона и ее исполнением на основе благочестия в одной степени устрожения это значит что зачастую позволенное буквой закона не следует делать в соответствии с принципом медат хасидуд то есть да что иногда даже то что позволено буквой закона мейкар 1 все равно не следует делать на медат хасидуд а так как по мнению раби Йоханана буква закона в данной ситуации разрешает выдавать даже невинного еврея то следуя принципам медат хасидуд такого еврея выдавать нельзя но это верно только в случае если он действительно не виновен если же еврей виновен то в отношении его не работает даже медат хасидуд получается в рассматриваем то в том числе еврей еврей был виноват перед властью и ему полагалась казнь по закону несмотря на это к нему должен был быть применен принцип медат хасидуд как указал ему пророк Ильягу это обязывает нас признать что буква закона это именно мнение рейш-лакиша по которому лишь виновного еврея можно выдавать на смерть ради спасения остальных а если он не виновен по торе даже если требуют выдать именно его должны погибнуть все но его выдать нельзя так приходаж доказывает из этой истории про пророка Илья и рабью шоу бен леви что Аллаха идет по мнению мы рейш-лакиша что даже если тебе назвали имя мой шу-рабиновича выдайте нам и мой шу-рабинович провинился перед властями но по торе он смерти не подлежит говорит рейш-лакиш выдавать его нельзя и действительно здесь мы это видим пророк Илья с претензией приходит к рейш-лакиш и говорит а медат хасидуд работает только если человек не виновен потому что если он виновен его не надо спасать даже медат хасидуд по мнению Баха и других виднейших законов чекалей данное постановление рамбова на основе мнения рейш-лакиша принимается в качестве практического закона то есть бах посекла Аллаха как рейш-лакиш как рамбом вас рамбом выбрал рамбом говорит все значит Аллаха как рейш-лакиш более того есть мнение среди законов чекалей что в соответствии с постановлением рамбома еврею запрещено даже пассивным образом быть причиной смерти ближнего ради спасения собственной жизни смотрите какой ужас подобное мнение вполне согласуется с мнением рейш-лакиш ведь в качестве дополнительного довода в пользу этого утверждения приводится интересный факт что нигде в мишнету рамбам не приводит мнение раби-акиве раби-акивы в его споре с бен-пторой несмотря на его огромную принципиальную важность то есть как может быть знаменитый закон раби-акива хаеха кодмин моя жизнь важней что когда речь идет я или он говорит раби-акива твоя жизнь первостепенно ты имеешь право нельзя тебя заставить отдать свою жизнь ради спасения жизни другого человека рамбам нигде этот закон не приводит хотя мы знаем правила да раби-акива в их михавейра что раби-акива в споре с любым другим таной Аллаха всегда по раби-акиве здесь что-то фантастика рамбам идет не по раби-акиве не приводит его однако такое понимание рамбам отвергается авторитетными еда по схем прошлого поколения минхатхину наци измоложена по их мнению рамбам согласился с тусфот в данном вопросе так как нельзя не признать что заключение талмуда это мнение именно раби-акивы то есть как бы обычно талмуд так построен что когда мы учим талмуд последнее то что приводится конечно все танаим гении у них у всех супер логика и доказательства но как понять в итоге что делать есть определенный способ то есть обычно то что талмуд приводит в конце это и есть как бы ламаскана то что талмуд как бы да пришел вот это наверное как бы последнее мнение и раби-акива последний и по его мнению собственная жизнь человека имеет для него законный приоритет перед жизнью ближнего поэтому как может рамбам получается ну что рамбам говорит что нет закон по бенпторе который говорит поделись водой умрите оба да поэтому они спорят и говорят что он не может быть рамбам при всем уважении но стал мудом спорить пришло время подвести итоги давайте подведем итоги мы увидели что практически закон на основании которого в критических ситуациях следует делать выбор между собственной жизнью и жизнью ближнего основывается на причудливом сочетании двух взаимопротивоположных принципов какие два принципа первый принцип что моя жизнь имеет для меня законное предпочтение перед жизнью ближнего с другой стороны мне нельзя быть причиной смерти ближнего даже ради спасения собственной жизни теперь как это как это соединить как это соединить то есть если ситуация требует чтобы спасти человека я должен отдать свою жизнь с одной стороны я не могу быть причиной его смерти с другой стороны я имею право предпочесть свою жизнь вывод которому пришли мудрецы таков первый принцип позволяет еврею ради спасения жизни быть причиной смерти ближнего пассивным образом а второй принцип велит ему умереть но не приступить запрет убийства ближнего если от еврея требуется совершить активное действие по отношению к ближнему непосредственное убийство и даже выдача на расправу и так далее даже если ты его не убиваешь то просто выводишь вот вам мойше это называется это то же самое называется ты активно его выдаешь на смерть вот это запрещено то есть грань которую мудрецы провели между этими двумя законами заключается в следующем пассивно активно хотя мы видели это совсем непросто есть те кто учит рейш лакиши и понимают вообще раби шимона парюхая совсем по другому есть другая шита понимающая вообще историю май хозит что даже пассивно нельзя этого делать тем не менее такая пшара мы на этом как бы да к этому свели теперь хотелось бы затронуть несколько другой другой аспект этой темы двух словах каков закон в отношении спасения жизни своих детей или близких если цена спасения жизнь ближнего несомненно что действия запрещенные для спасения собственной жизни запрещены во имя спасения своих детей и близких какой отец не отдаст свою жизнь ради спасения своего ребенка или да а вот если ты выбираешь между своим ребенком и чужим вопрос относится к случаям когда можно спасать себя существуют ли различия в праве на спасение между самим человеком и его детьми или близкими и и вот тут конечно все эти вопросы они не теоретические на второй мировой войне все эти вопросы стали практическими тогда нацисты заставляли юденераты составлять списки евреев и формально это делалось якобы для отправки на принудительные работы это история с которой мы начали да а фактически на каком-то этапе это стало понятно всем что это были списки смертников и для отравки для отправки в концлагеря для расстрелов для камер и получается борьба за то чтобы не вписали меня да там ребенка в этот список это было как бы спасти его жизнь но тогда впишут кого-то другого и многие с помощью взяток пытались добиться чтобы имена их детей и близких не фигуровали в списках хотя было понятно что вместо их имен туда будут внесены имена других евреев которые в противном случае остались бы жить по крайней мере на тот момент разрешено ли так поступать или нет трагическую эпоху действия законы о кантонистах например в садской России мы знаем что кантонисты когда детей маленьких выкрадывали еврейских и отправляли в армию на 25 лет не на 2 года не на 3 года на всю жизнь забирали ребенка и еврейские детей насильно отправляли служить в садскую армию на 25 лет это означало что либо физическую смерть в пути от голода и непосильных страданий либо что еще хуже смерть духовную в результате насильственного окрещения и долгой жизни в одиночку в вождем на небрейской среде известно что детей евреев богачей в кантонисты не брали их родители откупались взятками по отношению чиновников и вся тяжесть страданий падала на плечи детей бедняков которые не могли откупиться так вот как расценить этот факт с точки зрения Торы начнем с того что по мнению закона учителей еврей находящийся в заключении или внесенный в список смертников имеет полное право на активные действия по собственному спасению даже если он знает что в результате этого пострадают другие евреи ты имеешь право себя спасать а я убегу кого-то другого схватят слушай сам человек имеет например неевреи жестоко отыграются на других евреев на других евреях заключенных или будут схвачены и убиты другие евреи вместо него объяснение этого разрешается в том что еврей осуществляет активные действия лишь по отношению к самому себе слушайте ну да почему я должен умирать вы все идете на заклане а я вот хочу вырваться это тоже большой вопрос из того что я попытаюсь убежать или тем более убегу как фашисты пугали мы убьем всю твою семью как до сих пор запугивают да если ты что-то сделаешь убьют всех твоих родственников а так может быть мне нельзя ничего делать это не так все активные действия по отношению к самому себе разрешается делать в то время как по отношению к своему ближнему он абсолютно пассивен то что будет будет я себя спасаю эта ситуация похожа на ситуацию с выпиванием воды в пустыне активно выпивая свою воду еврей становится пассивной причиной смерти своего товарища тому воды не останется и как было бы сказано выше Аллаха разрешает подобное на основании принципа твоя жизнь хаеха кодмин имеет приоритет перед жизнью твоего ближнего но какова будет Аллаха по отношению спасения детей и близких тут когда не мой сын там да не будем говорить про своих детей не дай бог да рахмана лицлан не сын человека который находится в концлагере спасает себя а его папа снаружи подкупает чиновников сына выпускают а другого мальчика убивают о вот это вопрос тут есть место для сомнения с одной стороны стих Тора из которого рабе Акива учит данный принцип говорит лишь о самом человеке и следовательно не может быть распространен на других но с другой стороны мы видим что запрет быть причиной смерти ближнего не относится к случаям когда еврей пассивен к погибающему если так то казалось бы человек может заявить я спасаю сейчас своего ребенка а по отношению к тому еврею что погибнет из-за этого я абсолютно пассивен ведь я не внесу его в список смертников ну что в этом случае говорит Тора то есть вроде бы ты действуешь активно не сам не жертва сама активничает чтобы себя спасти а кто-то другой но с другой стороны получается что в итоге еврей который за него зайдет и погибнет как в случае с Юдом Азаном в Игерском раввином который так и не дал ему ответ тут все-таки пассивно я же не активно никого не убиваю источник Малахи в данном вопросе служит нам Вавилонский Талмуд трактат Евамот перенесемся в ног во времена царя Давида в книге Шмуэль поместуется о том что в ней его царство не наступил голод длившийся три года и Всевышний там открыл Давиду что голод послан в качестве наказания евреям за грех царя Шауля по отношению к гевонцам которых он преследовал и убивал гевонцы это представители иконейского народа которые хитростью добились права быть включенными в качество геров в народ Израиля там целая история но оставшиеся в нем отдельной группой с которой остались да остальные евреи не вступали в родственные связи но когда Давид обратился к ним с вопросом каким именно образом искупить перед ними эту вину они ответили что хотят отомстить Шаулю и повесить семерых его потомков общее число потомков Шауля было гораздо больше и была устроена особая селекция по отбору приговоренных то есть потомков много они говорят надо убить семерых а потомков 70 как выбрать семерых из 70 это чисто наш вопрос как ты будешь чем твоя кровь краснее моей крови как выбрать семь смертников по отбору там был царь Давид давайте посмотрим как он это решил по мнению Талмуда отбор происходил так все потомки Шауля должны были пройти перед ковчегом завета тот кто по воле Всевышнего был обречен на смерть особым сверхъестественным образом притягивался к ковчегу остальные отталкивались от него спрашивается в Талмуде если так то почему же сказано там и спас Давид Мефибошета сына Йонатана Давида мертв ассоциация и целая история Мефибошет был инвалидом он тогда у него не было ног и Давид очень за ним ухаживает оставляет его возводит на престол он очень за ним ухаживает несмотря на то что Шауль пытался убить Давида целая история и когда это происходит Давид пытается спасти Мефибошета значит выбор зависел от воли царя Давида как он может спасти Мефибошета как ты можешь спасти ребенка ведь если ты его вытащишь заберут другого ребенка как может Давид спасти Мефибошета и есть такой ответ нет выбор был за ковчегом а Давид просто не разрешил сыну своего любимого друга проходить эту проверку он не дал ему пойти вообще на эту проверку на это мудрецы Талмуда возражают разве дозволено в подобных ситуациях проявлять личное предпочтение да уважаемый Давид как бы ты не любил Мефибошета какой бы он праведник не был что он нельзя да Всевышний если Всевышний выберет выберет как ты взял его и скрыл и Раши там пишет так что в такой ситуации Давид был обязан провести всех перед ковчегом в ответ на это возражение мудрецы Талмуда выдвигают новую версию поэтому так не может быть Мефибошет как и остальные был проведен перед ковчегом и был притянут к нему а Давид видя это стал горячо молиться Всевышнему чтобы тот пощадил Мефибошета и его молитва была услышана ковчег оттолкнул Мефибошета от себя вот что значит что Давид спал Мефибошет но и на это возражает возражает Талмуд в такой ситуации тоже запрещено проявлять личное предпочтение опишет Раши так как ковчег уже приготовил его Давиду было разрешено обрекать другого еврея на смерть вместо него в результате мудрецит Алмуда приходит к следующему пониманию слов книги Шмой так как же что в итоге произошло помолился как он в итоге выгородил Мефибошет Давид изначально всей душой молился чтобы при проходе перед ковчегом Мефибошет не был притянут к нему и так оно и вышло изначально всей душой молился чтобы ковчег не притянул Мефибошет да получается Пуским часто сей Хескель Ландо великий Ной де Беуда выводит из этого места в Талмуде важные аллогические принципы мы видим что Давиду было разопрещено активно способствовать спасению своего близкого человека от смерти потому что этим он подставлял подсмертный приговор другого еврея значит существует запрет спасать от смерти одного еврея за счет жизни другого даже если по отношению к тому не производится никаких активных действий и даже если идет речь о спасении самого близкого и любимого человека то есть у нас существует запрет спасать от смерти одного еврея за счет жизни другого даже если по отношению к тому ты не производишь никаких активных действий даже если речь о спасении самого близкого человека вместе с тем мы видим что Давид имел право молиться чтобы Мифа Боша не попал в список смертников при проходе перед Ковчегом завета из этого выводится разрешение на активные действия по невнесению имени близкого человека в список обреченных на смерть даже если в результате этого туда будет внесено имя другого еврея и хотя Давид лишь молился о спасении Мифи Бошета очевидно все-таки что из-за особой близости его ко Всевышнему молитва царя Давида это самое активное действие какое только может быть у него была такая близость ко Всевышнему что его молитва равносильно конкретному действию и поэтому можно учить одно из другого и говорит Нойда Беяуда стереть имя из списка смертников нельзя но делать активные действия чтобы твоего сына не вписали в список смертников да можно даже если это приведет что они все равно должны набрать 1400 детей вот у нас есть ответ на поставленный вопрос по Аллахе выходит что в случае когда имя близкого человека уже включено в готовый список приговоренных то еврею запрещено добиваться вычеркивания этого имени из списка если в результате этих действий туда будет занесено именно другого еврея но если списки еще не составили то еврею разрешается взятками угрозами как угодно добиваться невнесения в них имени близкого человека даже если из-за этого пострадает другой более стесненный в средствах воздействия человек подведем итоги мы увидели что Тура устанавливает четкие правила взаимоотношения еврея с его близжим не только для мирного времени но и для экстремальных ситуаций на грани жизни и смерти и рассмотрели как выводятся основы Аллахи для подобных случаев и Сталмуда и мнение законоучителей две истории одна в книге Шмуэль это законы это история Шева бен Бихри а вторая история Гивоним и спасение Давида Мефибошета и хотя очень важно иметь представление об этих законах чтобы знать чем руководствоваться в таких случаях все-таки хочется конечно же пожелать всем чтобы эти законы навсегда остались чисто теоретическими да 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 и мы изучали их только в теории это отсюда очень много выучить можно о самой жизни о ее ценности а мы с вами на этом делаем паузу и продолжим с вами в следующий раз всем я с вами на этой ноте прощаюсь всем хорошего дня обнимаю до следующего раз до следующего раз